Когда у меня не было денег, я приходил и страдал в кафе, потому что что-то хотел и не мог. Что это такое? Я не хочу жить в таком обществе. Хочется да перехочется, хочется да перехочется. Я помню этот момент. Я пошел покупать ВАЗ-2110. Это то же самое, что сейчас Мерседес. На самом деле назад еду на пласткарте, но билетов не было. И важный момент, я за рациональной тратой. Быть экономным надо, но при чем здесь мой шоколад? Сейчас, подозрите мне честно, очень смешно можно 10 секунд посмеяться. Потому что... Отпиши, разпишу. Я вас приветствую на публичном баттле дискуссии по следам спора, который родился в одной социальной сети. Это был спор между двумя предпринимателями. Предмет спора – деньги. Точнее, как тратить правильно эти деньги. И эти предприниматели – это Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин. Они прямо сейчас ждут за кулисами. Давайте подарим им эти аплодисменты. Своей точкой зрения каждый поделился в постах. И суммарно эти посты собрали 3,5 тысячи лайков и почти 200 комментариев. В итоге Ильдар предложил встретиться вживую, чтобы устроить открытую, горячую дискуссию. И поэтому мы сегодня с вами здесь. И наша задача выяснить, где грань между качеством жизни и демонстрацией богатства. Как отличить рациональные траты от необоснованных. И все-таки хочется – перехочется. Или хочется – это значит надо брать и покупать. И прямо сейчас мы приветствуем аплодисментами участников баттла. Ильдар Хусаинов – основатель и руководитель компании «Этажи». Илья Пискулин – владелец восьми компаний на рынке недвижимости, автор бестселлера и лучшей деловой книги года в России. Илья Пискулин – восьми компаний на рынке недвижимости, автор бестселлера и видеоролика. Илья Пискулин – задумчиво вышли. Давайте еще аплодисментами подбодрим. Итак, если в двух словах Ильдар считает, что жить нужно бережливо и тратить аккуратно, и даже если ты прилично зарабатываешь, не стоит покупать очень дорогие вещи. Илья же уверен, что тратить нужно как душе угодно. Иначе, а зачем еще зарабатывать, да? Конечно, каждый из вас сможет более подробно обосновать и рассказать свою точку зрения. И сегодня для этого нам нужно понять правила батла. Итак, у нас будет три раунда и ограничения по времени. Первый раунд – позиция. Каждому из вас по очереди предоставляется пять минут для того, чтобы обосновать свою позицию. Ну и, конечно, чтобы диалог шел живее, мы сделаем два таких захода. То есть сначала высказаться один, потом второй и еще один заход. В итоге у вас будет десять минут. Как мне кажется, этого более чем достаточно, чтобы обозначить свою позицию. Таймер вы увидите на суфлёре. Внимание, сейчас найдите его глазами. Там будет отчитываться время. И если вы услышите вот такой звук, это значит, что пришло время передавать слово своему оппоненту. Второй раунд – аргументы. И у Ильи, у Ильдара будет возможность задать друг другу по два вопроса. И третий раунд – это вопросы из зала. Да-да, дорогие зрители, вы сегодня тоже участники этого баттла. У вас будет возможность задать три вопроса. И у каждого будет возможность ответить. То есть вы задаете один вопрос, отвечает и Ильдар, и Илья. И на этот ответ будет по две минуты. Поэтому в зале присутствуют наши помощницы. Это Лика и Мария. Обратите сейчас на них внимание. Если вы хотите задать вопрос, то вы поднимаете руку. К вам подходят наши прекрасные помощницы. И вы представляетесь, и после этого задаете вопрос. Итак, такие правила игры. После этого победитель определит онлайн-голосование. То есть, дорогие зрители, мы с вами будем решать, кто же выиграет, точнее, чья позиция. Все-таки это рациональные траты или жизнь в кайф. Так что подготовьте свои телефоны. Правила ясны, да? Все понятно, Ильдар, Илья. Осталось нам решить, кто будет начинать. И предлагаю это сделать с помощью камень-ножницы-бумага. Старая добрая игра. Да, одного, да. Выходите сюда ближе к свету. И кто выиграет, тот начинает. Готовы? Камень-ножницы-бумага. Начинает Илья. Все, под ваши аплодисменты. Итак, ну это были хиленькие аплодисменты. Так сегодня не пойдет. Вот у нас сегодня жаркая битва. Вот-вот, это совсем другое. Итак, первый раунд, который называется «Позиция». Первым начинает Илья Пискулин. И у него есть ровно пять минут для того, чтобы обозначить свою позицию. Таймер мы сейчас запускаем. Три, два, один. Время пошло. Рациональные траты или жизнь в кайф? Вообще я хочу обозначить... Можно музыку убрать, пожалуйста? Вообще я хочу обозначить, что я никогда не ставил так вопрос. Это ваша сторона. Сторона Ильдара так сформулировала тему сегодняшней встречи. Это они сделали афишу. И вы знаете, в этом очень много тонкой материи, потому что они так видят мир, что либо жизнь в кайф, либо рациональные траты. Моя позиция, она следующая. Рациональные траты и жизнь в кайф. И это возможно. Как? Вот я вам сейчас приведу пример. Вот у тебя сколько денег есть? Вот моя точка зрения, что мы можем взять какую-то рэперную отсечку, полтора миллиарда рублей. Взять 1420 миллион-1441 и потратить их на покупку себе нового автомобиля, который хочется. У тебя денег после этого останется столько же. Ничего не поменяется вообще. Ты скажешь, а мне не хочется. Но это неправда. У тебя вот... Вот у кого из вас есть любимая... Подчеркиваю, любимая поговорка. У меня вот нету. А у Ильдара есть любимая поговорка. Он по сей ее приводит. Самому себе хочется, да перехочется. А знаете, что такое поговорка? Поговорка из словаря. Это оборот речи, вошедший в обиход. То есть он постоянно себе это говорит. И я хочу сказать, что вот у денег есть функции. Первая функция обеспечить безопасность. Вторая функция обеспечить возможности. Третья функция там еще какая-то. И поэтому я это все не отрицаю. Да, первые деньги, которые вы получили, их, наверное, нужно отложить. Вторые деньги тоже, может быть, нужно отложить. Но когда вы все отложили, проинвестировали и деньги работают, в каких-то третьих деньгах наверняка появляются те деньги, у которых есть следующая функция. Тратить. Деньги иногда нужно тратить, потому что это их функция. И, на мой взгляд, в этом и есть рациональность. В подходе, который декларирует Ильдар, я не говорю, что у него так есть. Но в этом подходе я вижу, знаете что, нерациональность, а я вижу, вот сейчас будет такая тонкая материя, тонкая грань, зависимость. Именно зависимость от денег. Вы не ослышались? Потому что совершенно официально в медицине, в психологии есть два вида зависимости. Мы с вами знаем один. Это прямая зависимость. Алкоголик, он пьет. Шопоголик, он тратит, да, как бы. Но на самом деле есть и обратная зависимость. Это называется официально контрзависимость. То есть, знаете, есть такие люди, которые никогда не пьют. И мы были с вами на этих вечеринках, и они очень громко никогда не пьют, чтобы все знали. И у контрзависимости это тоже болезнь такая. У нее есть несколько симптомов. Первое, публичная декларация. Второе, пропаганда. То есть ты все время агитируешь кого-то. Навязчивость, ты об этом все время говоришь. Он за неделю, когда он опубликовал этот пост, он, во-первых, пост написал, он пять раз призывал всех к аскетичности. И самое главное, осуждение неверных. Что значит осуждение неверных? Вот я купил порошак, он меня обсуждал. Брата осуждал, что он купил джип. В книге пишет, что он парня, который хотел купить Лексус, он его отговаривал. Ночь не спал, представляете, человек. И утром позвонил, отговорил друга покупать Лексус. И главное в контрзависимости – это наличие запрета. Это тоже симптом. И он есть этот запрет. И он сам о нем пишет в книге. Цитирую. Правило, если есть деньги, нельзя легкомысленно их тратить на собственные удовольствия, я установил для себя очень рано. В детстве моим любимым героем был Скрудж Макдак. Я тоже никогда не видел смысла в лишних тратах и всегда был склонен к накопительству. Напомню вам, друзья, как выглядела жизнь Скруджа Макдака. Он был с крягой, и у него был бассейн с деньгами. И он купался в этих деньгах и упривался ими. И в своей книге ты противопоставляешь Скруджа Макдака, себя с полутора миллиардами рублей, людям, которые, цитирую, склонны потратить все до копейки, не замечая, что между тобой и человеком, который может потратить все до копейки, до последней, разница в полтора миллиарда рублей. И даже если между вами 10 миллионов, то где-то там лежит эта штука под названием «рациональная жизнь». И, видя бассейн Скруджа Макдака, и так, любя его, ты не заметил его главный тезис, который он говорил в мультике. Быть экономным надо, но при чем здесь мой шоколад? Мой тезис – рациональные траты и жизнь в кайф. И никаких или. Спасибо. Как раз уложились мы во время 5 минут. Как оказалось, это довольно много 5 минут, и я видела, как тяжело сдерживаться, да, и не ответить тут же. Но, Илья, вы пошли по тому, что надо сразу говорить про Ильдара, а не про себя. Да, решили такой путь избрать. Посмотрим, какой будет у Ильдара. Кристина, у нас 2 по 5, и я еще потом… Да, потом еще будет 5 минут. Первые 5 минут, и потом еще будет 5 минут. Два раунда. Итак, вы готовы? Да, конечно. 3, 2, 1. Ваши 5 минут начинаются прямо сейчас. Илья, не бойся, еще рано. Знаешь, в чем суть? Что надо понимать вообще, для чего человек существует. Отвечая на вопросы, о которых ты говоришь, да, в чем смысл жизни? Зачем мы живем на этой планете? Что мы хотим оставить детям? Надо всегда задаваться, не так вот в моменте. Я не буду ни на кого нападать. Как раз признак идеологии ты всегда стараешься кому-то что-то внушить. Я хотел просто рассказать свое видение, да, как я это понимаю. Смотрите, значит, первый момент очень важный. На нас, у людей, которые обладают деньгами, я, естественно, откуда ты взял про полтора миллиарда, я вообще не знаю. Вот. И вроде не в налоговой работаешь. Вот. И поэтому, что хочу сказать, что когда ты, если у тебя возникает какая-то сумма денег, да, на тебе огромная ответственность. Во-первых, как правило, ты эти деньги заработал не сам. Я всегда, знаете, меня напрягает, когда люди говорят, я заработал, это мои деньги, да. Вот. И ты их заработал с помощью команды, людей, которые также эффективно работают. Вот. Они разве хотят видеть, что их директор, да, допустим, вместо того, чтобы развивать бизнес, как-то там повышать, себе раз покупает Porsche. Для примера. Какие их чувства, Илья, в этот момент? Вот. Сотрудников, да. О чем они думают? Готовы ли они так же эффективно за 35 тысяч рублей работать, когда директор ездит на Porsche? Я не знаю. Вот. И... Ну, это часть айсберга, да. Гораздо сложнее ситуация в другом. Если тебе нужно деньги заработать для того, чтобы их потом потратить, парадокс в том, что их очень сложно заработать, всегда что-то есть выше денег. Знаете, даже когда Стив Джобс, он знаменитное письмо писал, да, он говорит, слушайте, говорит, на самом деле, неважно, часы там за 3 миллиона долларов или за 3 доллара показывают одно и то же время. В кошельке будет одна и та же сумма, безважно стоит кошелек, да. И в жизни вот эти ценности, они не такие явные. Следующее. Мы пример для наших детей. Когда эпоха потребления приходит, дети нас копируют. В чем опасность? Вроде, с одной стороны, ничего страшного, пожалуйста, любит он свой Луис Витон покупать, пусть покупает. Но это всегда пустота чем-то заменяется, да, это неспроста. Люди к этому идут, когда внутри, когда нужно что-то докупить, да, вместо эмоций, развития. Вы знаете, вот я долго думал, в этой жизни все самое лучшее бесплатно. Любовь, какие-то чувства, да, развитие, достижение результатов. Это никак не связано с деньгами, понимаете. Это нету вот этой, от этого не приносится удовольствия. От любой покупки самый большой кайф будет в 2 недели. Все, точка, больше ничего не будет. Вот, далее, давайте посмотрим в целом на общество. Из-за чего случаются революции? Из-за золотых унитазов. Да, потому что люди смотрят, они хотят видеть людей, которые достигают успеха, такими же, как они. То есть они хотят понимать, да, они добились успеха, но они не выделяют себя. Когда кто-то себе покупает дорогие вещи, он как бы говорит обществу, посмотри, я смог, а ты нет. Я считаю и так большая награда, что ты успешен, развиваешь, делаешь мощный бизнес, да, все нормально. Пожалуйста, будь скромнее. То есть зачем? Дальше. Мы все члены единого общества. На самом деле, когда ты покупаешь условный порш или там дорогой, как ты говоришь, там одеяло, или ешь своего этого краба, что происходит на самом деле? То есть на самом деле мы эти деньги забираем у общества. В это время где-то люди в Африке недоедают, голодают, потому что мы потребили этот ресурс, понимаете? Надо ставить выше себя этого и осознавать, что мы всего лишь находимся в этих рамках, да. Поживем мы свою жизнь, умрем спокойно. Что мы с собой заберем? Что, этот порши заберем? Что после нас останется, да? О чем вспомнят? Вот что важно понимать и осознавать. Дальше. Особо, я считаю, важна и стоимость времени. Человек, который встает на путь транжирства, он же, это же, вот это зависимость. Это зависимость. Людям потом нужно больше, нужно больше химия, нужны лучшие вещи. Но для кого они это делают, Илья? Они делают это разве для себя? Разве? Нет. Они это делают, чтобы показаться лучше. Не делом и результатом. Они, чтобы показаться лучше других. Искусственно. Понимаете? И это проблема общества потребления. Дальше. Вы посмотрите, что происходит в кредитной зависимости. Я понимаю, люди берут кредит на недвижимость, она всегда дорожает в цене. Но берут на шубы, берут непонятно на что и даже на отдых в Турцию. Понимаете? То есть о чем это говорит? Общество задается неправильный курс. Это все американщина. То есть, понимаете, наша культура, ментальность, она другая. Она про накопительство. Понимаете? Русский человек всегда умел сберегать. Заначка там и так далее. Вот. То есть это абсолютно нормально. И знаете, мое мнение, что все-таки рациональность лежит в основе эффективности и долгосрочности. Все, что долгосрочно, это правильно. Человек должен быть, человек обязан уметь жить длинными циклами и не поддаваться каким-то 7-минутным искушениям. Поэтому, на мой взгляд, Илья, позиция рациональности – это лучше, чем какое-то транжирство направо и налево. Спасибо. Спасибо большое. Так, у нас прошли первые 5 минут. Первый круг завершен. Но есть второй. У каждого участника этого батла есть еще 5 минут, чтобы ответить на услышанное. Илья, вы готовы? Я готов, конечно. А нет, опять же жеребнёвка? Нет, нет, все, по очереди теперь идем. Ну, я не буду отвечать, я просто буду продолжать обозначать. Нет, подожди, так же так сказали, отвечать надо. Три, два, один, Илья, ваши 5 минут начинаются прямо сейчас. Вот ты часто говоришь, что если деньги заработал, то их нужно вложить не в себя, а их нужно вернуть в то место, где они образовались в бизнес, реинвестировать нужно. И я не могу не согласиться с этим тезисом, но есть нюанс. Я не могу согласиться с тем, что их нужно вернуть именно в бизнес, именно полностью. Почему? Потому что давайте подумаем, где создаются деньги на самом деле и классные идеи, которые стоят за этими деньгами. На планерках? В кабинетах? Ну, по-честному, нет. Там, на планерках, вы придумываете какие-то дежурные банальные улучшения, естественные, логичные. Но что-то эвристическое, что-то небанальное вы рождаете в своей голове, находясь наедине с собой. Находясь наедине со своей действительностью. В диалогах с самим собой. Мечтая, представляя, дерзя себе и думая, а почему бы нет. И, например, вот сейчас будет такое интимное признание у меня. Это чаще всего происходит, когда я еду на своей машине. Я еду на этом самом паршаке, за который ты меня поругал. Включаю громкую музыку. Еду и думаю о том, как прекрасна моя жизнь. И что я еще могу сделать? Я планирую. Я представляю. И могу сказать, я представлял себя несколько лет назад идущим по большому залу, где сидят тысячи людей, играют музыка. И на экране идет многомиллионный ролик. Люди включили телефоны, и они снимают этот ролик. А я иду по центральному ряду. Я сейчас задам вопрос, вот я это видел в голове. А ты это видела вживую? В Сочи? На движении? Оно не происходит в кабинетах, вот эти эвристические вещи. И вот так в голове, в душе, наедине с собой были придуманы форум недвижимости движения, бренд-создатели, наша с тобой совместная компания, это же девелопмент, которая очень прибыльная. Но для того, чтобы это все придумано было, нужны определенные обстоятельства. Ты в них должен оказаться. И нужно счастье. Вот у тебя должно быть счастье. И отсутствие помех в голове. Нужны правильные диалоги с самим собой. А знаете, какие диалоги вы проводите наедине с собой, когда вы что-то можете себе позволить, хотите, но не позволяете. Вот когда вы пришли, к примеру, в кафе, и хотите вы, к примеру, ребай. А вы такие, нет, бизнес-ланч, это правильно, это хорошо. Ты же вот по бизнес-ланчу всегда ешь. А я никогда не ем по бизнес-ланчу. Мы с тобой обедали. И я могу сказать, знаете, какие диалоги ты с собой проводишь? Ты повторяешь себе эту поговорку. Хочется да перехочется. Хочется да перехочется. Знаете, вот как в советском кинематографе. Меньше пить надо. Пить надо меньше. И ты придумываешь 7 пунктов, почему не надо тратить деньги. Помните, в посте 7 пунктов, 7 фильтров. Там просто невозможно через них перелезть. Потратить нереально. И неужели, имея деньги, нужно вот этим всем занимать свою голову? Когда у меня не было денег, я приходил и страдал в кафе, потому что что-то хотел и не мог. Почему я, заработав их, должен продолжать страдать? Я лучше что-нибудь придумаю для людей, сделаю, открою. И буду свободен в этом творчестве своем. Почему я должен оправдываться? Ты говоришь, что траты должны быть рациональны. И в книге ты пишешь, главная лишь функция. Это значит, что в еде нужно насытиться, в транспорте доехать. Таким образом, в части еды человек — это желудок, в части транспорта — тело. И тело должно быть перемещено, а желудок наполнен. И вот давайте вот здесь в части этих нужд углубимся. Они бывают в двух типах. Потребности и желания. И вот по слову, что такое потребность? Это вид функциональной нужды, функциональной. А что такое желание? Желание — это результат проявления волевой силы души. В словаре так написано. Волевой силы души. Таким образом, функциональный подход полностью игнорирует вообще наличие души. И знаете, есть такая ужасная фраза у нас, у россиян. Для души. Это обычно что-то сбоку. Это что-то, на что тратится в последнюю очередь. И это всегда где-то стесняясь. Моя позиция, признавая потребности бизнеса в реинвестициях, а желудка в голоде, мы не вправе игнорировать потребность души в счастье. Потому что, открою вам секрет, друзья, нет души. Нет души. Тело есть, а души нет. Вы и есть ваша душа. И если вы что-то хотите, это вы хотите, не душа хочет. И вы имеете право на счастье. Поэтому позволяйте себе. Потому что, будучи счастливым, вы добьетесь гораздо больше. И здесь, на сцене, я не хочу говорить ни о чем другом, кроме как о счастье. И ты спрашиваешь, что для меня важно? Мне важно, чтобы я и все мои близкие были счастливы. И если они что-то хотят, я им это буду. Это был Илья Пискулин. Ваши аплодисменты. Три, два, один. Ваши пять минут начинаются прямо сейчас. Илья, вот ты говоришь, что в Порше тебе лезут офигенные идеи, да? А вот сидя на балконе не лезут. Да? То есть, почему? Задумайся, в чем проблема? То есть, почему нельзя просто, находясь в нормальном расположении духа, в окружении людей, своих близких, почему нельзя жить нормальной жизнью, почему для этого нужен Порше? Я не понимаю, честно. То есть, на мой взгляд, человек силен внутри. Если ему нужны какие-то вот эти ощущения, ну, вот эти признаки для того, чтобы что-то творить, ну, я не знаю, я тогда пас. Более того, если так глобально задуматься, давайте поговорим о природе в целом. Не секрет, что сейчас проблема в мире это какая? Ожирение. В чем проблема ожирения? Люди потребляют этой еды, не могут остановиться. Ты красавица, спору нет. Вот, значит, и не могут остановиться. Почему? Потому что едят больше нормы. То есть, это один из смертных грехов. То есть, они не могут, они не понимают, что им не надо столько. Понимаете, они едят, и едят, и едят. Дальше. Ты говоришь о зависимости. Так вот, как раз зависимость, это неспособность за счет внутренней энергии, что наделила нам природа, пожалуйста. Хочешь один, побудь один. Посмотри, проанализируй. Зачем для этого нужны Порше? Зачем нужны дорогие рестораны? То есть, зачем? Это все стоит денег, это все ресурсы общества. Далее давайте смотреть. Очень важный момент, что деньги – это энергия. То есть, очень многие… Вот ты говоришь, что скружь Макдакты, да? И ты там купайся в этом своем золоте. Но это же надо смотреть по-другому. Деньги – это сохранение энергии. Вы знаете, у нас очень много риэлторов, которые стали богатыми, но они не тратят денег. И у них другие глаза. Потому что, когда ты обладаешь капиталом, деньгами, ты получаешь свободу. Вот это уже более такая осязаемая ценность. Когда ты тратишь деньги, ты получаешь проблемы. Это очень важно. И в целом общество потихоньку незаметно двигается к тому, что посмотрите, давайте другие цивилизации. Чем старше человек становится, чем больше он имеет, тем меньше ему реально надо. Кто падок на всякие брендовые вещи, дорогие тачки, да только тот, тот только-только получил какие-то вещи. Кто давно пожил с этим, прошел это, понимает всю ответственность, тому это не надо. Он самодостаточен. Ему не нужно кричать, призывать, говорить, что он может тратить. Он просто спокойно живет, рассуждает о жизни, решает вопросы близких людей. Ему не надо для них ничего покупать, потому что они счастливы внутри. Это очень важно. Следующий момент. Очень часто бытует мнение, что, а как же работает природа, а что нам природа говорит насчет излишнего потребления. Вы знаете, в природе изнанно были племена. И первое лицо племени, оно всегда несло ответственность, оно себя кормило, извините меня, в последнюю очередь. Когда оно обеспечило все племя, все нормально, оно потом могло что-то сделать. Что у нас сейчас происходит? У нас все наоборот. Первое лицо что-то добилось, и все. И начинает все, мало того, кричит об этом на каждом шагу, вызывает на баттлы, чтобы все знали. Понимаете? То есть это же явно какое-то нарушение вообще общественных норм и сознания. Дальше давайте переходить. Если внимательно посмотреть в целом, то ты говоришь про счастье. Деньги — это искусственное ощущение счастья. От покупок — это химия. Химия проходит... Вот это наркотик. Потому что какая особенность наркотика? Это не внутреннее состояние. Тебе нужно это, чтобы получать кайф постоянный. Все мы знаем, люди, которые потребляют, они потребляют еще. Возьмем бизнес-класс. Зачем летать бизнес-классом? Вот недавно там встретил. Если он билет стоит 40 тысяч, если можно за 4 тысячи рублей полететь экономом. Тот же самолет. Там те же два часа летит. Зачем тратить ресурсы? Там нету кровати, грубо говоря. То есть никакого я не вижу смысла. Далее давайте смотреть. Что в целом происходит у нас сейчас? Какая картина? Нам со всех задают неправильные приоритеты. То есть разве мы где-то слышим? Надо образовываться, надо обучаться. Какое успех счастья на сегодня? Какая у тебя машина? Что у тебя есть? Все. Вот он успех счастья. Что это такое? Я не хочу жить в таком обществе. Я хочу жить в обществе, где все развиваются, стараются стать лучшей версией себя, где все уважают других. А сохранение капитала – это еще уважение всех. То есть ты понимаешь, ты часть общества, и ты не выходишь за его рамки. Да, ты… Что такое деньги? Это ту ценность, которую ты создал. Когда ты теряешь деньги, ты теряешь свою ценность. То есть ты, грубо говоря, становишься слабее. Но не потому, что ты жадный или срок макдак, потому что ты несешь ответственность за других. Поэтому, Илья, я не согласен, что нужно для каких-то причиндалов, чтобы хорошо думалось, чтобы быть счастливым. Сильный человек всегда счастлив. Спасибо. И на этой ноте мы завершаем первый раунд. Позиция под ваши бурные аплодисменты. Второй раунд называется «Аргументы». Прямо сейчас у каждого из вас будет возможность задать по два вопроса. По очереди. Сначала первый вопрос и ответ, затем снова вопрос и ответ. Итак, в два шага. Так как у нас первый до этого начинал Илья, то сейчас мы предоставляем эту возможность Ильдару. Если вы готовы, то мы можем приходить ко второму этапу под ваши аплодисменты. Я напомню, что на ответ у нас будет три минуты. Итак, Ильдар, пожалуйста, ваш вопрос для Ильи Пискулина. У меня первый вопрос, Илья. Илья, когда тебе будет сто лет, и ты будешь старый, о чем ты будешь думать? Какие будут у тебя мысли? Я не знаю. У тебя три минуты. Ну а на что ты ориентировал этот вопрос? Я просто задал вопрос. Вот вы знаете, недавно, полтора года назад у меня умерла бабушка. У меня умерла бабушка, и в один день с бабушкой умер мой дядя. Они жили вместе, его сердце не выдержало, и он умер через два часа после нее. Незадолго до смерти я к ней приехал. Ну там, я не знаю, за год, наверное, как бы, и мы разговаривали. И я спрашивал, как дела бабуля, как дела дяди? И они сказали, не очень. Я говорю, а что не так? Они говорят, а у нас совсем нет денег на жизнь. А мы всегда семьей как бы помогали и помогаем. И говорю, ну а как же, был же дед, он оставил наследство, насколько известно, акции. И вы знаете, она сказала такую фразу, она сказала, ну это деньги не для того, это на что-то особенное. И мы как-то закрыли эту тему, и когда они ушли, мы разбирали их квартиру. Тяжелый процесс, на самом деле, очень. И на балконе мы нашли доллары. Прилично. Это были доллары 1996 года, выпущенные в 1996 году. и это был тяжелый день, потому что они жили с ощущением бедных людей, когда как на балконе лежали деньги, которые могли на много-много лет, до самого конца жизни, сделать так, чтобы они жили как богатые люди. И мы очень тяжело переживали тот день, потому что мы не могли понять, как они не понимали, что, вот как они сказали, это деньги не для того, это для чего-то особенного. А она, помните, как сказала, у нас нет денег на жизнь. Нет ничего более особенного, чем жизнь. Мои мысли, вот я жил без денег. Все знают, что я прожил сложные времена, бизнесовые. И вот здесь сидит моя жена, и она знает, что самая частая тема, которая у нас есть, я все время говорю, я не могу поверить, что это наша жизнь. Я очень ее люблю. Я ценю каждый день. Я могу рассказать историю про каждый рубль, который у меня есть, который я потратил, и который у нас где-то там лежит. Но я не хочу оказаться самым богатым человеком на кладбище, потому что это абсолютно бессмысленно. Вот, наверное, у меня такая цель, если прожить 100 лет, то чтобы максимальное количество дней были счастливыми. Вот и все. Спасибо большое. Илья, теперь у вас есть возможность задать вопрос Ильдару. Ты ездишь на 10-летней Volvo S70. Каждый год, я посмотрел, Volvo внедряет от двух до трех инноваций в области систем безопасности. Более того, я посмотрел статистику, и каждые три года жизни автомобиля повышают вероятность травматизации человека на 10-15% в зависимости от того, какие это три года. То есть, если это 7-9 год, там уже на 15%. Ты очень много говоришь о рисках книги, вообще о том, что имеет смысл. и более того, ты ездишь на автомобилях в такси класса комфорт в Яндексе. Знаете, там есть класс эконом, комфорт, комфорт плюс бизнес. Самые ДТПшные классы в Яндексе это эконом и комфорт, потому что самое влияющее на количество ДТП вещей это усталость водителей. Там они ездят больше всего, меньше всего ДТП в бизнесе и от него. И ты даже в книге расскажешь про некую конфликтную ситуацию с таксистом, которая у тебя была. Там прямо пишешь я еду на такси комфорт. Это очень важно человеку в книге написать. А еще ты в книге написал уже будучи долларовым миллионером я продолжал ездить на автомобиле ВАЗ-2106. И вы знаете, я нашел такую статистику. Была организация Евромкап проведена квалификация самых опасных автомобилей в истории отечественного автопрома. И вы представляете? Ильдар Борисович угадал. Самая опасная машина когда-либо ездившая по русским дорогам это ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. У них одинаковый кузов, только передок отличается. Так вот объясни мне тогда свою политику в перемещениях при том, что ты каждый день подвергаешь себе риску и сегодня ты едешь поездом в плацкарте? В плацкарте едешь? Ответь. Я не могу говорить. Да. Нельзя пока. Так вот ты написал, что риск умереть у человека, у предпринимателя в конфликтной ситуации межличностной в 300 тысяч раз выше, чем при падении самолета. А, ты на самолете летишь и ты все время ездишь в плацкарте, где вероятность конфликта высокая. Чем ты объяснишь свою политику в области командировок, кроме как неэкономии. У меня все. Ильдар, три минуты начинаются прямо сейчас. Сейчас, подозрите мне честно, очень сложно можно 10 секунд посмеяться, потому что от души расобешил. Вот, все, начинаем. Еще раз обновите там время. 3, 2, 1. Да, смотрите, значит, первое, во-первых, Volvo самый безопасный автомобиль, правильно? Volvo 2023 года, простите. 2013 года, это очень важно, доказывающее. Второе, безопасность зависит в том числе от пробега. Ну, как ты знаешь, я езжу редко на машине, то есть она у меня, если честно, по пробегу там почти новая, если откровенно. Потому что, как правило, пешком хожу, по трассе я там не езжу. Опять же, целях безопасности. Второй момент, знаешь, насчет шестерки, которую ты там вычитал. Кстати, тебе очень хорошо подготовили встречу. Ты прям столько деталей знаешь, просто красавец. Значит, смотри, Илья, два момента, я расскажу, я об этом тоже, ты до конца не рассказал. Я когда ездил на шестерки, у меня на самом деле был уже офис там стоимостью, у нас было тогда только 200 квадратов в короне, и мы потихонечку, незаметно, незаметно уже, бац, вся корона наша. Вот. И в чем суть вопроса? В том, что я помню этот момент, я пошел покупать ВАЗ-2110. Это то же самое, что сейчас Мерседес по тем временам. Я расскажу, я до сих пор помню, он был фиолетовый, я пошел вокруг него, ВАЗ-2110, три раза обошел, потом сижу, сижу, думаю, блин, думаю, я до сих пор помню, 187 тысяч рублей. Значит, 187 тысяч рублей, думаю, е-мое, я же могу купить четыре компьютера нашим риэлторам. То есть, а перед этим ко мне как раз риэлторы подходили и говорили, где компьютеры, хотим еще компьютеров, только все это начиналось. И я тебе прямо скажу, я пошел, купил компьютеры, потому что я знал, что риэлторам они нужнее, я как-нибудь на этой шестерке поезжу, ничего со мной не случится. Понимаете? Это к вопросу философии, как все это происходит. Насчет вопроса ты там задаешь в целом, наверное, почему там, ну, насчет плацкарта, ты там пару раз подколы были, очень хорошо. На самом деле, назад еду на плацкарте, но билетов не было. И важный момент, я за рациональные траты. Я очень прошу на это обратить внимание. Естественно, если есть возможность, я на поезде и на СВ поеду, там нет большой разницы. Допустим, до Еката плацкарт стоит 1100, купе 2400, СВ там 4500. Вот, то есть, нет проблем никаких. Да, я за рациональность, я за вот эту грань. Насчет машин, я даже сейчас вот дочери машину покупал, честно, купил бушную Вольво. То есть, почему? Я тебе расскажу, новая Вольво стоит 9 миллионов, бушная стоит 4 миллиона, пробег 40 тысяч. Ну, за что мне переплачивать 5 миллионов, если это такая же машина, просто на 50 тысяч меньше пробега таким же классом ничего там не менялось. Я не понимаю в этом смысл. И я вот, мне кажется, если у тебя вопрос был про меня, вот это признак рациональности. Вот это, ну, понятная, правильная политика. Да, на самом деле, могу себе позволить дороже, но зачем? Что мне это даст? То есть, я, во-первых, ребенка приучаю к более-менее рациональной жизни, для них это опасно. Они еще в таком возрасте не понимают, если их баловать, это плохо на них скажется в будущем. Пусть у них фундамент такой закладывается. Решать транжирить, решать транжирить, это их выбор. Я их не буду осуждать, но я постараюсь заложить такой рациональный тип потребления. Спасибо. Эльдар Хусаинов. Итак, у нас с вами будет возможность еще одного вопроса и ответа, на который также дается три минуты. Эльдар, вы готовы озвучить вопрос? Да. Илья, у меня к тебе такой вопрос. Если бы у тебя был выбор, да, чисто теоретически, скажи, пожалуйста, вот что для тебя на чаше весов было бы важнее? Допустим, купить много-много дорогих вещей или сделать что-то хорошее на эти же деньги другому человеку? Сто процентов отвечаю. Сто процентов я бы купил… Сто процентов я бы сделал что-то хорошее другому человеку. И я могу привести пример. Мы сейчас провели форум недвижимости движения, это значит, что он хорошо прибыльный. Знаю. Вот. И я на самом деле купил всего лишь одну вещь. Я купил машину папе. Больше ничего я не покупал. Я купил ее в первый же день, просто поехал и купил. И есть… Меня Кристина спросила, какую машину ты купил папе. И я ей сказал, что я купил Kia Sportage. Вот. Ну, потому что мы перед сегодняшними выступлениями обсуждали тему трат. И вы знаете, есть одна вещь, о которой я жалею. Я мог переплатить 3 миллиона рублей и купить папе Infinity. Я жалею, что я ему не купил Infinity. Он бы гордился этой машиной гораздо больше. Он был бы счастлив. Потому что, когда я говорю, что я купил Kia Sportage, Кристина была на форуме и она думает, вот ты ж мод, у тебя такой олигархический форум, сто пудово, ты там кучу денег заработал. Ну, или я этого стесняюсь. Я хочу, чтобы мой папа гордился. И мне не нужны дорогие вещи. Я могу сказать, что просто если я иду и мне понравилась сумка, мне она нравится. Я, честно, я не знаю, сколько стоят перемещения, там, перелеты и так далее и тому подобное. Но я, мне наш турагент звонит, когда, к примеру, мы летим завтра в Вену, не завтра, там, послезавтра и билет бизнесом стоит 70 тысяч рублей, а билет экономом стоит 37 тысяч рублей. Есть смысл переплатить за бизнес, потому что для меня это одинаковые деньги. Ну, что плохого в том, что я честно говорю, что для меня, для человека, который прошел много сложных периодов, это одинаковые деньги. Поэтому, как бы, нет вопроса понапокупать себе дорогих вещей. Весь вопрос в том, чтобы не знать, сколько стоят билеты в плацкарт, в СВ и так далее и тому подобное. Вот я работаю ради этого. И вы знаете, вот у меня, а, на что вторая вещь, на которую я потратил, потрачу деньги на форуме недвижимости движения. Мне маме нужно сделать операцию, завтра ее будут делать. Я ее отправил в самую дорогую больницу в России, которая есть. Они хотели сделать в Тюмени, и это нерационально. Говорю, мам, потому что единственное, с чем мы работаем в этой жизни, в области медицины, это с рисками. Да, везде могут быть проблемы. Пу-пу-пу. Не дай бог. Но если я могу их снизить, мне вообще без разницы. Она говорит, операция столько-то стоит. Я говорю, я даже не хочу знать, сколько это стоит, потому что мы сравниваем это с жизнью. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос, но мне дорогие вещи не нужны. Если захотелось, да, но нет самоцели в этом. И никого не призываю. Спасибо. Илья Пискулин. И у нас остается еще один вопрос, который задаст Илья. Если вы готовы, можно его озвучивать. Секунду, подожди. У меня тут заняты. У тебя там несколько, что ли? Все. Вот ты сказал, Ильдар, что ты бы не купил краба, потому что он должен достаться обществу. Помните это, да? Или ресурсы от непокупки краба должны остаться обществу. Ты сказал, что ресурсы, которые ты не потратил на Порше, должны тоже остаться обществу. И вот знаешь, действительно, многие предприниматели, многие предприниматели, там возьмем какой-нибудь олигарх, вот я завтра, ты знаешь, лечу к одному состоятельному человеку в Москву на переговоры. Знаю. Да. Человек олигарх, настоящий. И у него там компания, я открыл список компаний, он вот такой вот. Он заработал деньги, он инвестирует в разные виды бизнеса. Я могу сказать, я тоже инвестирую в разные виды бизнеса. У меня есть цветочный бизнес, здесь ресторанный бизнес. Я вкладываю деньги в бизнес, продолжаю. И вот меня только жена стопорит, я все время что-то придумываю, во что еще вложить деньги. Она знает, я сейчас хочу в Тюмени разыграть полтора-два миллиона рублей, просто дать кому-то на стартовый капитал. Просто, чтобы движуха в городе какая-то была. Ну вот, у тебя есть деньги, ты об этом достаточно часто на самом деле говоришь. Говоришь, надо быть аскетичным. А вот здесь есть риэлторы этажей, похлопайте, ведь он об этом постоянно говорит, сколько вы заработали, да? Вот, закрываюсь. Но мне хочется знать, вот ты тоже тюменский олигарх. Я к тебе приходил и предлагал проинвестировать в форум недвижимости движения. Я тебе предлагал купить землю для создателей, чтобы это была компания твоя на 50%, когда мы были в начале пути, и ты ни на что на это не согласился. Но у тебя были деньги. Может быть, ты проинвестировал в какие-то другие виды бизнесов, и эти деньги работают на благо нашего города. Тогда расскажи, пожалуйста, в какие разноплановые виды бизнеса, помимо этажей и рынка недвижимости, ты проинвестировал, чтобы деньги от Порше и Краба достались горожанам, и их жизнь стала лучше. Три минуты начинаются прямо сейчас. Так, отвечаю на вопрос. Первое. Вот я глубоко убежден, что надо заниматься чем-то одним. Почему я тогда отказывал? Потому что это забирает энергию. И на самом деле это не так хорошо, когда руководитель компании начинает отвлекать свое внимание на другие процессы. Сотрудники сразу же это почувствуют. Лучше. Я всегда решил посвятить компании этажи, и все свои действия делаю исключительно, что хорошо компании. И если я понимаю, если бы я проинвестировал в другие процессы, это же мое внимание, все же понимают, не только деньги, там уходит дальше внимание. Какая польза обществу? Польза обществу это рабочие места компании, это налоги. Мы по прошлому году там, по-моему, в этом году мы выплатим порядка больше полумиллиарда рублей только в Тюмени, просто для понимания, а всего компания почти 2 миллиарда налогов заплатит в год в бюджет Российской Федерации. И для меня вот эта ценность. И я глубоко убежден, что любое распыление, отвечая на вопрос, раз я так его узко поставил, было бы ошибка с моей стороны. И эти деньги, которые ты говоришь, куда они уходят, они распределяются через качество сервиса, рост бизнеса, IT-технологии, чарт-процессы, развитие сотрудников, конкуренция. В других городах за счет нас тоже улучшается качество сервиса. То есть растут доходы сотрудников, все понимаем, больше конкуренции, там по цепочке идут доходы сотрудников, качество улучшается. То есть очень много таких положительных моментов происходит. Вот в это я готов инвестировать и тратить. Дальше, вот знаешь, я еще хотел добавить немножко, реплику немножко сделать. Вот ты описал случай с родителями, с бабушкой, вот для этого в том числе нужны деньги. Чтобы если вдруг надо, действительно, я с тобой абсолютно согласен, ты взял и решил вопрос. А когда у нас в России, все это знают, у 72% населения нет ресурсов до следующей зарплаты, это плохо для общества. И это неправильно. А почему? Потому что в том числе есть такой культ, что ребята, давайте есть деньги, давайте потреблять. Я хочу, чтобы все были богатые, наоборот, процветали, могли решить любой вопрос, но это нужна идеология другая. Та идеология, которая сейчас, я считаю, западная, что есть деньги, потратим, жить надо сейчас, она не способствует развитию свободных личностей. Человек всегда будет зависим, если у него нет денег. Это очень опасно. Поэтому, на мой взгляд, я сам живу по такой же философии. Я глубоко убежден, что есть высшие ценности, которые над нами, и которые мы должны, возможно, себя посвятить. Да, в ущерб себе. Да, иногда, как говорится, хочется. Бесполезно это отрицать все мы люди. Но одновременно я понимаю, что и ты, и я, мы примеры на самом деле для других. То есть, многие на нас равняются. Мы незаметно, но влияем, пусть пока там, ну, в Тюмени, возможно. Вот, я считаю, что это нормально и правильно. Вот, поэтому люблю этажи, в них вся моя душа, и не хотел бы распыляться. И этим, мне кажется, я приношу большую пользу. Спасибо большое. Спасибо большое, Ильдар Хусаинов. На этой ноте мы завершаем второй раунд аргументы и давайте подарим этому раунду аплодисменты. На самом деле, мне ведь по идее тоже нужно определиться, какую точку зрения я больше придерживаюсь. И я думала об этом весь вчерашний день, пока мы очень плотно готовились к этому батлу. И к единому мнению, однозначному, я не пришла и решила, что сегодня эта дискуссия расставит все на свои места. А спорим пришла? Что? Спорим пришла? Нет, еще не пришла. Нет, еще не пришла. Какая машина у тебя? Машина какая? Говори. Я как раз про машину кстати хотела сказать, потому что с ней есть интересная история. Один раз Ильдар спросил у меня, слушай, ты хочешь развивать свой бизнес? Продай машину, открой производство. Можно об этом рассказывать? Расскажи. Открой производство. На что я такая задумалась и сказала, продать свою классную машину я не готова, потому что это мой комфорт. Я не готова купить машину проще и вложить какие-то деньги в бизнес. На что Ильдар сказал мне, слушай, ты, значит, не настоящий предприниматель, потому что предприниматель сто процентов продал бы машину, купил бы попроще и вложил деньги в этот в оборот. Значит, с этому мнению я ближе к Илье. С другой стороны, могу ли я потратить деньги, которые у меня есть, на брендовые вещи? Иногда хочется, но я понимаю, что пройдет сезон, и эта вещь уже будет вообще неактуальна, и стоит вкладывать только в бренды вне времени. Да, ну то есть уверена, что какая-то сумка, даже Гуччи, вот сейчас пройдет время, уже не особо будет актуальна и лучше носить без брендов одежду. И поэтому с этой точки зрения, значит, я перехожу в эту часть, к Ильдару, поэтому сейчас у меня единого ответа нет. Есть ли он уже у вас? Если вы определились, вы можете прямо сейчас поднять руку, и вы сможете задать свой вопрос. Итак, ваши руки. Вот я вижу девушку в третьем ряду, пожалуйста, я попрошу вас представиться и потом задать свой вопрос. Меня зовут Наталья Мацкевич, я руководитель трех студий маникюра федеральной сети Черника Нейлс. В самом начале меня, ну так скажем, задел, да, очень момент, когда Ильдар Борисович сказал, что если он приедет на крутой тачке, если он куда-то поедет в интересный отпуск, то его сотрудники будут думать, блин, а вот он мог потратить на бизнес, а сам вот уехал, начнут завидовать, зачем как бы порождать это и так далее. И у меня вопросы разные к Илье и к Ильдару Борисовичу. Илья, что, как ты думаешь, думают твои сотрудники, когда ты приезжаешь на Порше к офису, когда они видят, что ты ездишь на нем, и завидуют ли они тебе? И вопрос к Ильдару Борисовичу, а не вдохновляет ли такой руководитель, который достиг вот всех вот этих благ, всех этих достояний общества, больше своих сотрудников? Блин, он так мог, я тоже, значит, так могу, если работаю в его компании, могу дальше так же расти и добиваться чего-то. И зачем такие сотрудники, которые вам завидуют и которые не могут с вами идти в одном направлении? Я еще раз хочу подчеркнуть, я не хочу на этой сцене говорить ни о чем, кроме как о счастье, потому что это единственное, что для меня вообще в целом имеет значение. Счастье во всех его проявлениях. Пометуя об оборотной стороне, то есть нельзя доводить траты до каких-то там пределов, что это в итоге сделает тебя несчастным. И вот один из пунктов счастья это мое общение с моей командой. Для меня нет большего счастья, чем общаться с этими людьми. Я клянусь, я захожу в офис и я готов доплачивать еще, чтобы просто с этими ребятами проживать жизнь. И у нас главное, что есть в команде, это взаимоуважение. Я убежден в этом. Я безмерно их ценю, люблю. Я им после саммита в Алматы, у нас был такой саммит международного движения в Алматы. Я им в Шереметьево сказал, ребята, я вас люблю. Искренне люблю каждого из вас. И поэтому я считаю, что эти вопросы регулируются простой корпоративной культурой. Мои ребята знают по-честному, что я достойный руководитель, что я много работаю, что я много рисковал. И они считают этот автомобиль справедливым. когда я приехал на папиной машине на Киа, они вышли к окнам, я захожу, они говорят, это что за машина? Слава, наш дизайнер, ты на чем приехал? Для них это нонсенс. И я могу сказать, что вот у нас есть на рынке девелопмент такой Виктор Тарасенко, ты его помнишь, с Астрахани парень, на Ламборджини ездит. И все ребята, которые у него работают, они считают его супер крутым чуваком, он Бэтмен. И понимаете, работать на Бэтмена это гораздо круче. Потому что, когда ты приходишь и тебе говорят, о, ты же работаешь у этого крутого чувака, да, я работаю у этого крутого чувака. И у нас в городе, прости, мы по рекламе нормально, да, у нас в городе есть крутые чуваки. Журавель, Салмин, Михайлов, сначала старший, теперь младший. Но это странно, когда они на чем-то другом ездят, потому что они Бэтмены, и они имеют на это право. И всем это понятно. А играть, что у тебя и на это нет денег, как бы, ну это других задураков держать в моем понимании. Поэтому вот моя точка зрения. Но базируется это все на корпоративной культуре и элементарном уважении. Отвечая на вопрос, для меня вообще идеология вообще даже другая, противоположная. Я хотел бы, чтобы мои сотрудники ездили на машинах лучше, чем у меня. Чем больше сотрудников ездят на машинах лучше, чем у меня, значит, я лучший руководитель. То есть я создаю для них такие условия, что у них есть эта возможность, они это чувствуют, это говорит о равном каком-то более-менее там распределении честного дохода. Я думаю, что сотрудник гораздо больше будет ценить такую компанию. Я ничего не имею против Ильи. То есть, пожалуйста, если выходят и удивляются, почему ты не на Киа, а сами при этом ездят на Киа, допустим, ну, может, это тоже неправильно, может, это установки общества, что если первое лицо, оно сразу же должно быть там, знаете, там это, почему, а кто это сказал вообще? Почему там кто-то? У нас, знаете, у нас же проблема расклоения доходов очень серьезная идет, и у нас уже прямо на уровне вот так вот бивается, что если руководитель, он должен там иметь себе отдельный кабинет, там все знают, что у меня там кабинет маленький, там ни секретарей нету, никого, то есть там ни водителей, то есть дверь всегда открыта. Вот, я считаю, руководитель, наоборот, ближе должен быть ко всем, наоборот, он должен контакт выстраивать. Любое вот это, как я в первой части говорил, попытка говорить о том, нет, я вот такой крутой, я много рискую, много отдыхаю, поэтому я там должен хорошие иметь, мне кажется, это неправильная политика. Правильная политика, я такой крутой, у меня все сотрудники ездят на крутых тачках, у них есть хорошие условия, они развиваются, вот это индикатор того, какой ты крутой руководитель, а не что конкретно есть у тебя, а не только есть, а что ты еще показываешь для других. Поэтому с моей позиции, отвечая на вопрос, нет тут никаких вопросов, более того, я считаю, что это логично и правильно, я к этому рекомендую всем стремиться. Спасибо. Спасибо большое, ваши аплодисменты. Это был первый вопрос из зала, мы готовы перейти ко второму вопросу, вот вижу руку, пожалуйста. А можно спринт из трех коротких вопросов? Ольга Изякеева, президент ТПП. Спринт следующий. Парни, какой у каждого из вас парфюм? Парфюм. Хьюго Босс. У меня нет парфюма, у меня аллергия. Нет парфюма. Второй вопрос. Парни, какой самый дорогостоящий подарок вы сделали своей жене? Автомобиль и квартиру, да. А что, квартиру прям подарил? Она в ипотеке, я помню. Ну, какая разница? Я же ее плачу. Ага. Кто подарок? Давай заплати, милая, кредит, да, это будет твой подарок. Ну, хорошо, автомобиль. Автомобиль, отлично. Ну, у меня тоже автомобиль и квартира. Автомобиль и квартира. Все банально. То есть вы одинаковы, да? Ну, стандартно. И для вас лично, для каждого, что значит хорошо выглядеть? Что для вас одежда, как для мужчин? Для меня хорошо выглядеть, это прежде всего то, что у меня под одеждой. Раз. Второе, уважение к той публике, с которой я встречаюсь. Ну, соответственно, нужно одеваться соответствующе. Ну, в том плане, что мы иногда позволяем, не мы, а вообще люди позволяют себе приходить на деловое мероприятие, например, в спортивном костюме, да? Но мы же в силу определенных нравов никогда не позволим себе прийти в классическом костюме, в боксерский зал и в классических туфлях рассказывать по вот этому боксерскому паркету, потому что справедливость, как бы, она очень быстро, да, нас настигнет. Вот. А там, где уровень интеллигентности высокий на деловом мероприятии, там так, ну, кто-то проявит сдержанность. Поэтому просто, для меня хороший внешний вид заключается в уважении, а вот то, что под одеждой, ну, просто потому что у тебя же есть еще твоя семья и еще есть ты сам, ты же себя в зеркале видишь, и вот парень, который на тебя смотрит, он тоже тебя как-то должен уважать, ты ему тоже должен быть неприятен, поэтому вот для меня такие ответы. Илья, кто платит за ипотеку, ты не ответил? Я плачу за ипотеку. Ты подарил, платишь ипотеку? Да. Окей. Внешний вид? Так, ну, слушайте, для меня вообще внешний вид должен соответствовать ожиданиями того, с кем я общаюсь. То есть это очень важно, не выходить за их рамки. Второе, мне кажется, самое главное, это горящие глаза и улыбка в душе. Вот я глубоко в этом убежден, что плюс-минус какой-то стандарт надо соблюдать, вся красота внутри. Вот точно говорю. Поэтому я там на одежду внимания никогда сильно не обращаю, если честно. Даже когда с кем-то общаюсь, я даже сейчас, честно говоря, сейчас только сейчас понял, сейчас на Илью посмотрю, я даже не знаю, в чем он одет. Даже свет не запомнил. Вот серьезно. О, черная рубашка. Ну, вы сразу понимаете, человеку можно верить, да, Витя? Конечно. А на тему, у кого можно верить, я еще потом тебе скажу. Понимаете, поэтому одежда это один из стереотипов таких, если честно. А когда сотрудника на работу принимаете, смотрите на его внешний вид? Слушайте, ну, к сожалению, я не принимаю сотрудников уже на работу. То есть великому. Ольга, у вас будут комментарии после ответов? Я могу ответить. Я смотрю на внешний вид, вот мне сейчас нужно принять ассистента. И, ну, понимаете как, Ольга Леонидовна, я не смотрю на внешний вид, но если он бросается в глаза, ты не можешь на него не смотреть, то, наверное, что-то не так как бы. То есть, ну, вот моя позиция. То есть мы не публичная компания, в том плане, что клиенты к нам не приходят, поэтому я за просто комфорт коллектива, это для меня важно, вот и все, и мне тоже должно быть комфорт. Да, комментарий скажу свой. Я вас настолько сильно уважаю, что слушаю, все читаю, что вы пишете, и восторгаюсь вами обоими, с обоими вашими позициями. Голосовать не буду. Надо, надо будет каждому проголосовать. А знаете, я вот все-таки хотел, я знаете, я считаю, поговорки многое знают, и они отражают суть. Внешность обманчива. Внешность обманчива. Ну, есть еще встречают по одежке, провожают по уму. Да, то же самое. Спасибо большое. Давайте подарим аплодисменты этому вопросу. Итак, я вижу еще одну руку, только что была поднята. Последний вопрос же, да? Последний вопрос у нас, третий. Здравствуйте, меня зовут Виктория Белявская. Я рада сегодня видеть прекрасную такую батл. И хочу сказать, что на самом деле в сегодняшнем батле немного совсем виновата я. Это был 2014 год, и я занималась продвижением компании Volvo. И мы, вы знаете, мы архетипировали наших клиентов, у нас была одна проблема. Дело в том, что тогда бренд Volvo в Тюмени, ну, как-то не очень котировался, и нужно было поднять его рейтинг как-то. И я предложила, давайте сделаем интервью с одним из клиентов бренда Volvo. Начали перебирать. Я смотрю, знаю, что Эльдар тогда ездил на Volvo. Говорю, это же идеальный как раз наш клиент. Давайте сделаем с ним интервью про ценности, где бы он рассказал о том, что важно не внешнее, важно не вот это вот все показное, что важно иметь вот такой вот очень рациональный подход. И Эльдар с удовольствием согласился. Вы можете погуглить, написать Эльдар Хусаинов Volvo. Там откроется ссылка 2014 год, где тогда уже он последовательно, как бы планомерно шел к своей какой-то философии общей. И придерживается ее до сих пор. Одним из критериев, почему, собственно, мы выбрали Эльдара, это наличие детей. И вот именно как раз семейные ценности, которые пропагандировал тогда этот бренд, ну и сейчас тоже, это стало одним из таких вот важных критериев. Я вижу там в случае с Эльдаром такой патерналистический подход и к своей семье, и к сотрудникам, соответственно. И такой у Ильи скорее подход, ну когда его подчиненный и он кумир. Насколько наличие детей влияет как раз на вашу позицию. Изменится ли она у Ильи в случае появления детей? И изменилась ли бы она у Эльдара, если бы он был одиночкой? С кого начинаем? Виктория, вы выбираете, раз задаете вопрос. Кто первый будет отвечать? Ну давайте с Ильи. У меня есть четкая позиция в отношении детей и наследства. Значит, я буду... Супруге я, кстати, об этом сказал. Моя точка зрения следующая, что ребенку я дам хорошее образование, я дам хорошее средство передвижения, без элитности какой-то, будет новая машина для того, чтобы человек мог начать свою жизнь по-настоящему с нуля, чтобы у машины была гарантия и чтобы человеку было проще вкатываться в жизнь, чтобы он не получил в наследство еще и проблемы этого автомобиля, которые явились результатом эксплуатации предыдущего собственника. И дам хорошее высшее образование и кровь над головой, и какие-то небольшие деньги. Это будет просто подпитка, чтобы человеку было проще вкатываться во взрослую жизнь. Но я не определил, что будет с деньгами, когда меня не станет, но я точно знаю, что в процессе моей жизни я не буду подпитывать ребенка сильно деньгами, чтобы было какое-то излишество. Причина очень простая, потому что эти деньги для него будут подарком. Подарок – вещь замечательная, но это не решит его проблем в жизни, это не решит его задач в жизни. А задача в жизни следующая – быть самодостаточным человеком, мочь самому себя обеспечить, когда родителей не станет. И до того, как меня не станет, он уже должен мочь рубль превращать хотя бы в рубль 10. Потому что неважно, сколько я ему оставлю, миллиард, сто миллионов, миллион, если он рубль превращает в 80 копеек за какой-то определенный период времени, то все, что я ему оставлю, это придет в негодность. Я сделаю все, чтобы этот человек был самодостаточен, мог рубль превращать в чуть больше. И исходя из этого, я буду уже принимать решение о наследстве. Но я вложу все силы, чтобы человеку было проще стать эффективным, самодостаточным, и я ему дам самое лучшее из всех возможных образований, в том числе свое воспитание. Все знания передам, которые я могу. Вот так. Спасибо большое за ответ. Ваши аплодисменты. Но это не будет… Но его жизнь не будет жмотская. Это не в пику Ильдару. Это никак не привязано к нему абсолютно этот тезис. Просто я говорю, что этот ребенок не будет в лишениях. Абсолютно как бы в балансе. Ильдар, переходим к вам. Две минуты начинаются прямо сейчас. Виктория, конечно, дети частично повлияли, но не сильно. Я был таким и до, когда у меня там Алина, первая дочь там родилась, вот в 2006 году. Я на самом деле, такая философия у меня была, ну, достаточно давно. Вот. И в целом, я вам так скажу, что относительно детей, я вообще за династии. Я считаю, что проблема нашего общества, мы не умеем передавать наследство. Это значит, что мы живем короткими циклами. И даже на вопрос, зачем копить деньги, копить, чтобы передать династию, чтобы это все развивалось. Посмотрите, другие там, ну, где-то системы, 5-7 поколений развиваются, улучшают богатство, понимаете, создаются более сильные системы. Потому что век человека очень короткий, к великому сожалению. Да, вот мне вот уже 43 года будет, вот буквально скоро. Как Юли тоже скоро будет, но не 40. Через 8 лет. То есть скоро в масштабах наше здесь понятие. И ты понимаешь, век короткий, ты хочешь что-то такое долгосрочное. У нас проблема же шире. У нас все живут краткосрочными циклами. Сейчас планирование происходит на месяц, на три, на год. Вот мне кажется, нам надо разворачивать вот эти подходы, где-то чуть долгосрочнее вот эту всю систему прокладывать, и обществу, каждой семье, каждой компании. И тогда, понимаете, будем и жить по-другому, я вам гарантирую. Что касается вот моей такого взгляда, она как раз про долгосрочность. Она про долгосрочность, про уверенность, что все будет хорошо, все окупится, но в другом просто надо уметь в это верить и вот так вот чувствовать. Поэтому и дети — это индикатор этого. Дети — это индикатор того, что вот так природа, я опять к природе возвращаюсь, понимаете, природа задумана, не нами. Можно бы уже разные способы продолжения жизни придумать, но придумали вот такую взаимосвязь, долгосрочность, передачу, опеку, развитие. Вот, мне кажется, что это нормально и нет никаких сомнений, что чем быстрее мы передойдем на патерналистский подход, а это взятие ответственности на себя, за других, это основа, тем лучше будет всем. Это очень хорошо развивает тебя тоже. Спасибо. Спасибо большое. Кристина, можно 30 секунд дополню? Я с Эльдаром вообще всецело в этом вопросе согласен. И вот я в семье сказал, что даст Бог, дети будут и как бы я тоже буду стараться передать бизнес ребенку, потому что если мы посмотрим на 100 богатейших семей Италии, то они за 100 лет практически не изменились, одни и те же. И да, ребенок имеет право на счастье. И если не захочет заниматься компанией, значит не будет. Но я считаю, надо пробовать воспитывать так, чтобы все-таки захотел сам, честно, чтобы получалось. Вот как у нас в Тюмени есть потрясающий пример, это Ваня Михайлов. Это прямо классическая история. Поэтому это действительно важная история, иначе все наши бизнесы просто умрут, и об этом реально надо думать и воспитывать соответствующим образом. Кристина, знаешь, как я говорю? Еще 30 секунд. Можно еще? Нет, нет, нет. Я потом еще слово скажу перед, это просто, ты же довзял, и я тоже могу. 30 секунд. Да, то есть я всегда как говорю, если дети будут заниматься, ну, бизнесом продолжать, мне главное, чтобы они были счастливы. Это первый критерий. Но если они будут продолжать мое дело, то еще так же сильно счастлив буду я. Вот поэтому у меня вот такая поговорка. Дети услышали? Итак, это был третий вопрос. Давайте подарим аплодисменты ему. И я хочу воспользоваться силой, которая мне сегодня дана в качестве ведущей, задать свой вопрос и тоже дать 2 минуты на ответ. Есть такое понятие легкие деньги. И деньги, которые достаются очень трудно. И есть мнение, что те деньги, которые трудно достаются, с ними сложнее расставаться. А те, что легко пришли, также могут легко и уйти. Есть ли в вашем понимании легкие деньги и те, которые достаются очень трудно. Ильдар, давайте начнем. С вас 2 минуты. Да. Как правило, надо смотреть историю человека. Если человек получает легкие деньги, потом с ним что-то происходит. Ну, да, это так. То есть, потому что, когда ты не прожил какой-то цикл ответственности и тебе что-то досталось, в моменте, как теория вероятности, там, грубо говоря, что-то может случиться. Монетку бросаешь, один раз можешь там что-то выпасть. Но и 100 раз все равно будет 50 на 50, грубо примерно. Вот, поэтому я считаю, что легкие деньги существуют. Пример показательный. Часто, знаете, есть, все знают статистику, когда кто-то выигрывает лотерею, в 99% случаев, по-моему, через 3 года у них уже ни копейки нет. Все, вот вам статистика. И другой пример, кто потом, Кристин, ты вопрос задала, тяжело ли расставаться с более сложной заработанной деньгами. Да, да, да. Вы знаете, я думаю, что да. То есть, потому что ты же не деньги переживаешь, а свое время и свой труд. Мы же все эгоисты. Давайте откровенно, да. То есть, ты понимаешь, что ты отпахал там, условно, 30 или 40 лет, и раз их нету, все. Это же тоже какая-то вот такая внутреннее состояние. Тебе, если ты как-то потерял, забрали, не знаю, в 91 году наши родители, правильно, абсолютно раз, и у всех ничего нету, просто за день. Вот. Конечно, я маленький был, я помню там боль мамы, которая там лежала, переживала за все это. Вот. Я только сейчас годами понимаю, что вообще это такое было, да. Вот поэтому ответ да, и ответ сложно и тяжело, и это нормально. В вашей жизни есть легкие деньги? Нет. Нет. Тебе достаются тяжело? Ну, по крайней мере, я так считаю. Хорошо, спасибо большое. Ваши аплодисменты. Илья, твои две минуты начинаются прямо сейчас. Ну, мою историю с деньгами, как минимум, знают 11 тысяч человек, прочитавших уже книгу. Поэтому в моей жизни нет легких денег, их никогда не было. И я могу сказать, что вот ты меня спросила за кулисами, как бы, а почему я Мерседес-то не купил, который увидел в Мерседес-центре, как меня Порше от него спас, как бы. А просто я приехал, он там стоил, я не помню, то ли 14, то ли 15 миллионов. И я могу, я говорил, про каждый из этих рублей рассказать в этих 14 или 15 миллионах, я просто понял, что оно того не стоит. Ну, как бы, я не получу такой разницы между Поршем и Мерсом, это просто глупость, как бы, то есть, ну, это бессмысленно. Ну, у меня новый автомобиль Порше, как бы, ну, какой в этом смысл? То есть, нет, не будет разницы в 15 мультов эквивалентной в ощущениях. Вот. Но я хочу сказать, что трудные деньги еще и формируют контрзависимость, вот ту самую, о которой я говорил. То есть, ты так тяжело их зарабатываешь, что ты потом не можешь с ними расстаться, они на самом деле тобой начинают управлять. У меня таких примеров, у меня есть подписчик, его зовут Антон, он много лет работал в инфобизнесе, тяжело ему все деньги доставались, он говорит, в один день пришел ВКонтакте и купил мой стартап за 300 миллионов рублей. Он мне вот прямо в соцсети пишет и он говорит, я сейчас сижу, не выхожу из дома, я просто боюсь, что со мной что-нибудь случится. Вот подойдут бандиты, скажут, ну-ка, давай телефон, открывай счет. И он говорит, я не могу делать вообще ничего, посоветуй мне как бы. А он, это очень известный человек и многие из вас его, кстати говоря, знают. И поэтому, да, трудные деньги, они, с ними тяжело расставаться и порой невозможно расставаться. И тебе кажется, что ты никогда больше этого не заработаешь. У тебя такое было? У меня такое было и у меня такое есть, у меня есть страхи. Я сейчас, знаешь, как человек, ставший чуть более-менее состоятельным, я сейчас главный эксперт по инфляции, по курсу доллара. Вот любой кризис раньше заходил, у меня вообще все равно было. Какая разница? У меня ничего нет. Сейчас? Нет, извините, я уже лучше хазина расскажу, что у нас в экономике происходит, как бы, поэтому. А? Ключевая ставка? Ключевая ставка поднимается, да, ладно. Все, давайте. Спасибо большое, ваши аплодисменты. И на этом мы завершаем наш третий раунд. Вопрос из зала и со сцены. И прямо сейчас у вас будет ваше последнее слово перед голосованием. Я, кстати, предлагаю его, если ты поддержишь, мы договорились по минуте, но мы с тобой закончили, представляешь, на 30 минут раньше. Мы еще не закончили. Ну, по 10 минут я предлагаю, чтобы нормальное слово было. 10 минут. Нет, подожди. 2 минуты. Нет, ну, 2 минуты. 2 минуты на слово перед голосованием, и кто будет первый начинать, снова решит камень, ножницы, бумага. Пожалуйста, выходите. Так, только не бумага, камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Эй! Нет, 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 нет. Я не хотела, чтобы потом реакция. Давай, давай, давай. Я подшутил над тобой. Камень, ножницы, бумага. Илья начинает ваши аплодисменты. Это хиленькие аплодисменты. Вы устали, что ли? Да, да, устали уже. Да Илья уже тоже устал. Он скис уже. 2 минуты Ильи начинаются прямо сейчас. Вы знаете, долго думал, что сказать в 2 минуты. В 2013 году я вообще я жил вот так, как Ильдар говорит. Все в бизнес, надо реинвестировать. Я ничего не тратил. Ездил на беспонтовом Nissan Juke красном. И знаете, как я рассказывал про свой Nissan? Я всегда начинал его описывать со слова но и со слова зато. То есть ты такой еще ничего про него не сказал или слово кстати. Кстати, он быстрый. Зато он быстрый. То есть ты как бы не говоришь да, он беспонтовый, но зато он быстрый. Ты как бы еще не описал, но уже оправдываешься. И в 2013 году в мае я впервые сломался. Перекладывая отпуск бесконечно, не ездя в него. У меня ребята ездят, знакомые, там молодежь, все тусят, я все в бизнес. Я в мае думаю, ну надо какую-то рациональную трату, поеду в Питер. И поехал, простите меня, в сраный Питер. В этот пасмурный город. Когда все мои кореша поехали, знаете куда, в Риксос, Сангейт, тусить с Тимоти. Помните, он делал в фестивале. Я как лох в этом Питере хожу, дождь льет, счастья никакого. Зато я мог объяснить все свои решения в бизнесе, что они правильные, рациональные. Я не мог объяснить одного. Если я такой правильный и так все хорошо делаю, почему я такой несчастный? Я жил вот год, знаете, начиная тратить очень компромиссно и через год я закрыл свою компанию и ушел в поиски. Рестораны, там еще что-то, еще что-то. А через 4 года я открыл этот же бизнес. Представьте, тоже свое маркетинговое агентство. Но я его любил уже, потому что я любил жизнь, потому что я изменил всего одну вещь и не в бизнесе. Я стал немножко тратить на себя. И бизнес как бы было немножко неэффективно, а почему-то получалось лучше. Потому что ты как-то посчастливее, ты как-то оглядываешься, смотришь на свою жизнь и тебе она нравится, твоя действительность. И я хочу сказать, что все в балансе. Баланс очень важен. Если вам вот так хочется этот Мерседес, а я строил свое агентство, ездя на Мерседесе, который не очень мог себе позволить, то не придавайте, забывайте себя. Люди, которые болели раком, прости, я договорю, я читал книгу, там люди, которые болели раком, у них спросили, как они считают, в чем причина ракового заболевания какого-то их органа. И вы знаете, почти все имели ответ на этот вопрос. И ответ всегда лежал в области забивания на свои желания. Они всегда могли объяснить, в какой период они так наступили на горло своей душе, что их бог наградил раком. Вас одна жизнь. Позволяйте себе немножко, балуйте себя. Если хотите белый Мерседес, лучше белый Мерседес, на нем будет больше получаться. Не знаю, почему, но это правда так работает. Даю слово. У меня все. Спасибо, ваши аплодисменты. Витер не сраный. Просто так эмоционально звучало, понятно же, да? Видимо, ваши три минуты начинаются прямо сейчас. Две, по-моему. Знаете, всегда надо ответить на вопрос, а почему такие желания, да? Почему не желание просто жить, радоваться, на радость близких раздевать? Почему обязательно должны быть желания себя радовать там чем-то? Вот какой вопрос, понимаете? Что вверх, что вниз по течению? Где причина, где следствие? Вот, как говорят, бойтесь своих желаний, понимайте, почему они. А следующий момент. Место завершения зачитка одной классной статьи. Из Москвы я полетел в Сочи и заехал в самый дорогой отель на три дня. В нем я не испытал особых эмоций. После гостиниц каких-то небольших вещей я купил Порш. И знаете что? Ничего. Никакого экстаза. И это вполне логично. Не может тебе быть как-то мега комфортно в рабочем кресле ничуть не хуже. И на пуфике дома, и в кафе. Роль у него такой же, как у любой машины. Каюсь, не испытываю оргазм. Аудиосистема не имеет функции массажа ушей. Казалось, что он будет радовать меня, но эффект прошел через две недели. Тогда вы не поверите, я подумал купить себе другую машину. Но потом ко мне начало приходить осознание, что ни одна покупка не способна меня сделать счастливее того уровня, на который я способен и без чего-то эдакого. Это было большое осознание, просто огромное. Илья Пискулин, 2021 год. Место послесловия. Ваши аплодисменты. Конечно, когда все начиналось, я знала, что будет интересно и жарко, но чтобы настолько, что будет такая подготовка, что будут цитаты, и вы еще раз перечитаете книги друг друга, а это дорогого стоит. И давайте подарим еще аплодисменты. Ну а прямо сейчас пять минут, чтобы сделать свой выбор. Победу одерживает Илья Пискулин и его позиция. Илья, тебе слово. Я люблю этого человека и я согласился на этот баттл по двум причинам. Я, ты знаешь, я тебя часто ругаю, мы с тобой встречаемся, и я с тобой не согласен, а ты со мной не согласен. Я переживаю, что по моим ощущениям иногда жизнь проходит мимо тебя, я чего-то хорошего тебе желаю, и ты как-то это упускаешь. Мне хочется иногда какие-то проекты, бизнесы сделать с тобой, ты от этого закрываешься. Даже вот землю, которую мы купили, я думаю, блин, мы купили ее не с Эльдаром, а со Сбером, и все отделы рисков Сбербанка посчитали этот проект менее рисковым, чем прочитал его Сбербанк. Я искренне желаю тебе, чтобы ты жил полноценной жизнью, потому что твоя жизнь это часть моей жизни, мы с тобой современники, мы делим это время, и это особое счастье делить его с тобой. И еще я согласился, потому что наша задача создавать какие-то хорошие вещи в этом городе, чтобы движение было, и таких баттлов должно быть больше, тогда жизнь интересная. спасибо тебе, что ты позвал, я тебя очень люблю, живи, и я счастлив, что ты мой друг. Удар, конечно, у вас тоже есть слово. Слушай, я, конечно, во-первых, хочу поздравить Илюз с победой, то есть я считаю, все по-честному, вы знаете, все так классно было, давайте мы похлопаем. Но мне кажется, я тоже так достойно выступил, вот в целом, и посмотрим, как это все у нас в Ютьюбе потом будет. Я думаю, что это правильно, я думаю, общество все равно должно посмотреть, потому что в споре рождается истина, это золотое правило, да, и любая дискуссия, она правильная и полезная по своей сути. Когда она делается справедливо, на основании такого равенства, знаете, высказывания, я думаю, что это очень круто. Вот мне, конечно, как любому спортсмену всегда проигрывать нелегко, я крайне редко это делаю, но я считаю, уметь проигрывать, это очень важно. Поэтому, Улья, ты крут, поздравляю. Спасибо большое. Я, конечно, уверена, что истина всегда где-то посередине, и то самое золотое сечение, золотое середину, каждый из вас определяет сам, потому что у всех разный банковский счет, у всех разные мечты, и для каждого понятие счастья, разная. Я уверена, что наша сегодняшняя дискуссия помогла вам определиться, и, возможно, ваше мнение поменялось, возможно, вы, наоборот, утвердились в своей позиции, но в любом случае, это было живо, это было горячо, это было очень интересно, и если вы со мной согласны, давайте подарим этой дискуссии ваши бурные аплодисменты. И на этом наш публичный батл, дискуссия завершен, я уверена, что будет продолжение, я уверена, что будут еще посты, будут обсуждения, и в комментариях вы тоже можете высказать свое мнение, я сейчас обращаюсь к тем зрителям, которые смотрят батл записи, скажите, чью позицию вы поддерживаете, и мы запустим еще голосование в интернете. Спасибо вам большое, и до новых встреч, с вами была Кристина Смирнова. Красавец, красавец, красавец. Слушай, ну что, объективно выиграл, все. Нет, я всегда, ты знаешь, это уважение, хорошо выступал, все равно, что я в конце подсел, но... Ну, и заготовочки кончились уже, все, понимаешь, честно, заранее написал, я написал, нет, ну тут я, мастер слова. Конечно, мастер, ну ладно, нет, ну что, все, 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 я, мастер, все, машину купишь? А, нет.